Политики будто услышали призыв церковных служителей. На неделе было сделано ряд заявлений по Карабаху. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Политики обсудили двусторонние отношения между странами, другие вопросы, в том числе и перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Вот как Болтон прокомментировал итоги разговора в своем твиттере. Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым. Мы обсудили ряд общих интересов, включая энергетическую безопасность, сотрудничество в области безопасности, поддержку США мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В прошлом году Болтон посещал Баку. Как известно, США являются сопредседателем минской группы ОБСЕ по поиску путей решения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Также США поддерживают газопровод Южный газовый коридор. Благодаря этому проекту Азербайджан стал важным игроком на энергетической карте мира. Европейские и американские партнеры уверены, что Азербайджан гарант энергетической безопасности Европы. Конечно, основной отраслью нашей экономики является нефтегазовый сектор. Так это сегодня, так это было раньше и так это будет и дальше. Просто мы стараемся высокими темпами развить нефтяной сектор и добиваемся этого. Но независимо от общественно-политической формации, со временем обнаружения первой нефти в Азербайджане и до сих пор это являлось основным экономическим потенциалом. В настоящее время высокими темпами идет строительство Южного газового коридора, одного из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов. Этот мегапроект, состоящий из четырех проектов, уже находится на заключительной стадии. Три из четырех проектов введены в строй. В прошлом году состоялось открытие Танап и Южного газового коридора. И это историческое событие. Если вернуться к поиску пути решения проблемы по Нагорному Карабаху, Джон Болтон имел телефонный разговор и с премьер-министром Армении. Однако сам Пашинян заверил общественность, что не обсуждал в беседе с Болтоном карабахскую проблему. Чуть позже армянский премьер высказался о политике своего правительства по Карабаху. Мы не можем обсуждать формулу территории в обмен на мир. Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело. И проводить параллели между прежними и новыми властями – полное заблуждение. В последнее время эксперты начали предлагать версии выхода из кризиса. Каждая сторона, идя на какие-то уступки, должна что-то получить взамен. И здесь интересным кажется фрагмент интервью Пашиняна российскому телеканалу РБК, где он сожалеет, что через Армению не проходит газовая труба. К сожалению, сейчас в Армении не строится Северный поток-2. Мы заинтересованы, что в нашей стране тоже строился какой-то транзитный трубопровод, который бы транспортировал, например, газ или нефть с точки А в точку Б. Поэтому мы очень заинтересованы такими проектами. В самом начале развития энергетических проектов нефти-газопроводов Азербайджана Армении предлагалось прокладывать пути через Армению. В случае, если бы Армении тогда отказались до своих агрессивных, нофтонистических предприятий, Армения была бы сейчас в другом состоянии экономическом. Население не убегало с этой страны. Президент Азербайджана уже не раз говорил, при каких условиях Армения получит такую возможность. Урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта является для нас самой главной задачей. Восстановление территориальной целостности нашей страны – самый важный вопрос. Мы смогли добиться максимального результата в дипломатической плоскости. Сегодня весь мир заявляет, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Турция тоже не прочь использовать территорию Армении для транзита газа. Осталось решить проблему Нагорного Карабаха, и перед Арменией откроются значительные экономические перспективы. Выход Армении из военного конфликта достал учет к развитию Армении. Второе, конечно, транспортная коммуникационная составляющая. Потому что, вы знаете, Армения, тем более Нагорный Карабах, находится в очень плохом транспортном состоянии. Они не могут вывозить свои товары, потому что закрытая граница не дает возможности Армении развиваться. Известно, что главы МИД Азербайджана и Армении активно работают в направлении полноценных переговоров по Карабаху. Осталось затаить дыхание и ждать хороших новостей.